Цезарь жил в очень хорошей будке. Она была сделана не из фанеры, а из самых настоящих крепких деревянных досок. Также Андрей, хозяин пса, позаботился и о том, чтобы утеплить жилище своего любимца. Таким домом можно было гордиться. Андрей раньше не делал ничего сложнее прибивания полок к стенам. Поэтому будка оказалась настоящим достижением для него. «В такой будке и человеку зимой было бы комфортно», — говорил иногда Андрей. Без сомнений, Цезарю хорошо жилось в своей будке, когда наступали холода. Он все время сидел в домике, не стремясь лишний раз выходить наружу. О его присутствии можно было догадаться лишь по торчащему из будки носу. Именно поэтому Андрей так удивился, когда увидел своего пса спящим на снегу. Цезарь тут же подхватился на ноги, делая вид, что не спал. Но ему не удалось обмануть своего хозяина. Пес выглядел очень заспанным, как будто провел возле будки всю ночь. «Ты же простудиться можешь», — ужаснулся Андрей. «Чтобы я больше такого не видел». Цезарь смотрел на хозяина так, будто понял, что тот ему сказал. Андрей успокоился. Но следующую ночь пес снова провел во дворе, так и не перейдя спать в будку. Андрей не мог понять, что происходит. Утром он, отдав Цезарю миску с едой, заглянул в домик, пытаясь увидеть, что именно пугает его собаку. В будке оказалась кошка с двумя котятами. Животное неприязненно посмотрело на человека, но даже не шелохнулось. Рискнув, Андрей перенес кошку и ее детей на свою веранду. Будка, конечно, теплая, но котята слишком малы, чтобы этого было достаточно. К тому же, у Цезаря не получилось бы вечно спать на снегу без вреда для здоровья. Кошка очень плохо отнеслась к человеческой инициативе. Она шипела на Андрея и даже попыталась его оцарапать. Но тот не отступил. Когда он переложил кошку на матрасик, она тут же успокоилась и начала лизать котят. Она позволила Андрею дать ей еды, но не разрешила ему приблизиться к себе, чтобы погладить. Цезарь очень обеспокоенно наблюдал за всем происходящим. Он бегал вокруг хозяина, не сводя глаз с кошки. Пришлось даже впустить собаку на веранду, ведь без этого Цезарь отказывался верить в то, что с его подругой все в порядке. Убедившись, что никто не причинил ей вреда, он успокоился. Один из котят отправился жить к новым хозяевам, второго же Андрей оставил себе. Мать так и не привыкла жить в доме, уйдя на улицу. Лишь изредка она приходила в гости, чтобы навестить своего ребенка и старого приятеля, который спас ее от смерти на морозе. Цезарь оказался очень хорошим воспитателем для котенка. Малыш буквально поселился в будке рядом с ним. Видимо, она стала для него настоящим домом. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok